Привет, друзья! А как вы практикуете свой немецкий в это непростое карантинное время? Или у вас нет времени на это глупое занятие, и вы уверены, что немецкий выучится сам по себе? Вы заблуждаетесь, товарищи! Если не заниматься языком, то вы просто-напросто его забудете и со временем не вспомните даже самое элементарное. Но чтобы за время изоляции такого не произошло, я подготовил для вас 5 простых способов практиковать язык каждый день. Сегодня любой язык можно выучить даже ни разу не выйдя из дома, имея при этом, конечно, желание и интернет. Тем не менее, увы, не каждый из нас пользуется теми возможностями, которые нам предлагает наше столетие. Чтобы дать вам толчок в сторону практики немецкого языка из дому, я дам сегодня 5 советов, которые довольно эффективные и совершенно бесплатные. Но стоят только немного времени. Что же, поехали! И первый мой совет. Смотрите все на немецком. Все мы любим смотреть сериалы, ютуб, фильмы, возможно, кто-то даже новости смотрит с удовольствием. Так а почему мне сделать это на немецком языке? Понимая, вероятно, возникает страх, что вы ничего не поймете и толку от этого мероприятия не будет никакого. Однако, друзья, вы заблуждаетесь. Разумеется, если вы сейчас находитесь на А1, А2 и включите какую-нибудь немецкую классику... Нет-нет, нету. А, например, что-то из фильмографии Лени Рифеншталь, то, разумеется, вы мало чего поймете. И завершите просмотр картины, ну, в лучшем случае, в расстроенных чувствах. Однако, не классическими немецкими фильмами для немцев един интернет. Сейчас можно найти кучу разных несложных, а главное, интересных фильмов и видео для своего уровня. Да, это будут фильмы не с Тилем Швайгером. И даже не картина Тарантино в немецком дубляже. Но, кое-что стоящее найти все-таки можно. Обратите, во-первых, внимание на такие фильмы, как Никос Вег, Ястер Веге ин Дойчланд, Дойчланд Лабо, Дойч Плюс, Тюркиш Фон Фенга, Тики Нах Белин и так далее. То есть, фильмы, которые сделаны специально для изучающих немецкий язык. С их помощью вы здорово натренируете свое восприятие языка на слух, а также поднаберетесь новой лексики, если изредка будете ставить видео на паузу и заглядывать в словарь. Помимо этого, не упустите возможность прослушать живую немецкую речь на канале Easy German или узнать что-то интересное на Галилео. Также можно обратить внимание на канал Mr. Wissen2Go, если предпочитаете более серьезные, актуальные и острые темы. В общем, видеоконтента ну просто предостаточно. И если приложить совсем немножечко усилий, то можно найти все, что вам по душе. Но если вы уже владеете немецким на уровне B1, B2, то можете уже вполне начинать смотреть, что ни на есть самые немецкие сериалы и фильмы. Их, разумеется, на немецком не так много, как на английском, но на том же Netflix вы можете спокойно выбрать любой язык и абсолютно любые субтитры, даже если в оригинале этот фильм на английском. Хотя немцы тоже порой снимают довольно неплохое кино. Например, на cdf.de можно найти просто невероятно огромную коллекцию бесплатных фильмов и сериалов, а на немецком Netflix можно посмотреть, ну, например, захватывающий сериалец Dark, либо же We sind die Welle про подростков, которые решили бороться против общественных беспорядков, или Freud про старого доброго дедушку Зигмунда. Ну и повторяюсь, никто не запрещает смотреть английские сериалы, включая при этом немецкую озвучку. Новости, кстати, также полезно смотреть или слушать, или читать на немецком. Во-первых, вы узнаете новую информацию, которую могли бы, конечно, найти и на русском, но, во-вторых, это действительно помогает при изучении языка. В качестве источников посоветую в первую очередь dv.com, Deutsche Welle это прям святыня для изучающих немецкий, а также tagesschau.de. И там, и там можно найти ежедневные мировые новости и прочие интересные штуки. Перейдем теперь дальше, ко второму совету. Пишите. Берите письменные задания из разных учебников по подготовке к тому же экзамену Гёте и просто пишите. То письмецов Раул Рихтер о том, что вы не сможете сдать его время экзамен, то заметку в газету, почему вы считаете электромобили транспортом будущего. Да, это забирает какое-то время и силы, но это чертовски полезно, друзья. Сейчас некоторые из вас могут сказать, Во-во-во, подожди, а толку-то мне писать, если все равно это никто не будет проверять. Ну, ребят, ну мы хоть и живем пока в изоляции, физической, но не в информационной же. Если вы по тем или иным причинам не хотите брать тепетитора, который проверял бы ваши тексты, то попробуйте воспользоваться, например, бесплатными форумами Duolingo или Italki, где куча добровольцев согласятся указать вам на ваши ошибки. Ну или заведите знакомство с каким-то немцем через тандем или HelloTalk на ходу и конец и просите его кинуть взглядом то, что вы написали. В общем, вариантов на самом деле масса, главное — желание. Почему же все-таки важно писать? Когда вы что-то пишете на немецком, то вам, скорее всего, придется заглянуть в словарь. Возможно, даже и не один раз. Так у вас уже как минимум пару новых слов в копилочку и добавятся. Дальше при написании текстов вы применяете все свои теоретические знания грамматики на практике и начинаете понимать, для чего же вы все-таки учили все эти прошедшие времена, пассивы и конъюнктивы. Со временем вы доводите до автоматизма определенные конструкции, лексику и порядок слов, и у вас начинает появляться, как его принято называть, чувство языка. Вот просто сидя на кресле и смотря это видео, оно, к сожалению, не появится, если что. Так что давайте вы сейчас меня досмотрите и пойдете все-таки что-нибудь попробуйте написать. Договорились? Кроме того, вы можете даже попробовать комментировать любимые YouTube-видео на немецком. Чего же там далеко ходить? Вы можете писать комментарии на немецком и под моими видео, а я буду их со своей стороны проверять и указывать на ошибки. Ну и общий совет. Проявляйте немного креативности, если немецкий вам действительно важен и вы хотите его выучить. Если вы, например, составляете всегда список покупок перед походом в магазин, то сделайте это в следующий раз на немецком. Вам покажется, что это очень просто. Мельч, брод, эпфель и так далее. Вот как будет по-немецки, например, разрыхлитель или гель для стирки? То-то же и оно. Поэтому, друзья, давайте начнем хотя бы с таких мелочей. С писаниной можно придумать в целом вагон идей, было бы только желание. С письмом закончим и перейдем к говорению, что очень важно для практики языка. А как же все-таки его можно практиковать дома? Здесь все просто. Во-первых, говорите сами с собой. Не беспокойтесь о том, что кто-то подумает, будто вы сумасшедший. Вы же сидите на карантине, и вас, вероятнее всего, никто не видит, кроме кошки. А если увидит, кто-то из родственников-то ничего. Пускай сочтут за сумасшедшего, но за то, с какими планами-то выучит немецкий. В начале дня запланируйте важные дела и начните их проговаривать на немецком. То есть вы можете повторить все самое важное. Лексику, будущее время, модальные глаголы, порядок слов и так далее. Хотите практиковать настоящее время? Пожалуйста, проговаривайте все, что вы делаете. Прошедшее? Перед сном вспоминаем, чем занимались весь день и рассказываем самому себе. Ну и так далее. Не устраивает такой вариант? Попробуйте вести диалоги со своей второй половинкой. Так можно вместе язык учить и веселее гораздо. Нет таковой? Не проблема. Поговорите со своим питомцем. Ответить он вам, конечно же, не сможет. Но и на русском-то особо никогда не отвечал. Альтернативой всем этим советом является разговор с носителями языка. Скачайте приложение, например, уже из вышеназванных Tandem или HelloTalk. Их на самом деле существует просто немоверное количество. Найдите себе партнера и начните говорить. Каждый день чуточку и в итоге будете шпрехать без труда. Мой следующий совет? Нет, читайте абсолютно все, что попадается под руку. Газеты, книги, журналы, комментарии. Начните с адаптированной литературы. Не бойтесь чего-то не понять, ведь это в порядке вещей. И главный смысл чтения вообще-то заключается именно в том, чтобы находить новые незнакомые слова и учить их. Ну и старайтесь, конечно же, сперва понять новую лексику просто из контекста, а не сразу лезть в словарь. Если приходится угадывать каждое второе или третье слово, то поменяйте книжку на более простую. И вообще старайтесь подбирать материал таким образом, чтобы вы понимали, ну, примерно процентов 70 читаемого. А также могли всегда ориентироваться в общем контексте. Читать газеты или журналы, тоже, кстати, здравая мысль. Но, опять же, не на уровнях А1 и А2. Если вы уже чувствуете в себе силы сразиться с непростым немецким публицистическим слогом, то посоветую вам такие онлайн-журналы, как Zeit, Spiegel, Bild и, конечно, в который раз упоминаемый здесь Deutsche Welle. Но если вы новичок, то можно начинать с простых статей на nahechenleisen.de или подобрать адаптивную книженцию по своему уровню на таком замечательном сайте, как lelang.ru. И мой последний совет — слушайте немецкий. Пару минут немецкой речи перед сном или во время занятий спортом вам точно не навредят. А вот навыки аудирования улучшат значительно. Сейчас можно найти подкасты, ну, на любую тему. Например, популярный подкаст Coffee Break German. Это просто наслаждение для любого уровня. С этими подкастами вы сможете полностью погрузиться в немецкую культуру и узнать много чего полезного. Или, опять же, Easy German, который предлагает не только видео на ютубе, но и также подкасты. Для начинающих подойдет еще Warum nicht на всеми нам любимом Deutsche Welle. Да что же нам далеко ходить? Почти каждая адаптированная книга сопровождается диктовкой текста, так что даже если вы находитесь в самом начале своего пути к изучению немецкого, то вы все равно сможете найти для себя что-то подходящее. Что же, друзья, конечно, немецкий не самый простой язык для изучения, но при достаточном заряде мотивации и умеренных временных инвестициях все становится возможным. Вообще, самый лучший совет – не сдавайтесь и не загоняйте себя. Это особенно важно сейчас, когда особого желания что-то делать нет, а дел все меньше никак не становится. Вместо того, чтобы каждый раз произносить «Ой, блин, как-то все сложно понять, когда вы находите что-то непонятное», говорите себе «Здорово, что-то новое, нужно разобраться». И разбирайтесь, в самом деле, ведь узнавая что-то новое, мы становимся чуточку лучше, чем были раньше. Начинайте с мелких шажков, и вскоре вы очень удивитесь, когда увидите, куда вам удалось добраться. Это были 5 советов, которые действительно работают, если их выполнять. Надеюсь, что вы воспользуетесь одним из них уже прямо сейчас, ведь все в ваших руках. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и делитесь в комментариях своими советами, которые помогают вам каждый день практиковать немецкий. Увидимся уже во вторник, всем пока-пока.